Всем привет! Сегодня у нас будет немножко такой разбор психологический о отношении с родителями и родителями взрослыми, когда вы, собственно, уже родителями стали, но у вас проблемы со своими родителями. На это небольшое такое видео меня натолкнуло письмо подписчиков, сейчас я вам его зачитаю. Было бы интересное видео на тему отношений с негативными родителями. Если это впишется в формат вашего канала, я буду рада. Немного расскажу о своей истории. Мне 36, дочка 4 года. Муж турок, кстати. Отношения с мамой были всегда непростыми, папы не было. Мне всегда не хватало внимания, любви с ее стороны, она была всегда занята работой и своей жизнью. Не было разговоров по душам. У мамы склонность к постоянной критике, все не так, сама виновата и так далее. У меня есть старшая сестра, и я всегда чувствовала, что ее она любит больше, всегда присутствовало сравнение с сестрой в маминых словах. Но может это и закалило мой характер, я более самостоятельная, более смелая, наверное, чем сестра. Но как-то вот есть обида на маму, мы живем вместе. Сейчас у меня уже семья, но для мамы мама продолжает учить и критиковать. Ругаемся часто, она требует, чтобы ей помогали, я это делаю, но при этом нет особой благодарности от нее, любви, уважения и все равно. Но в итоге ты плохая, недостаточно что-то делаешь. Я понимаю, что единственный выход это жить отдельно и, надеюсь, в ближайшее время это получится. Но она уже пожилая, я боюсь, будет обвинять меня, что ее бросили. Хотя человек по жизни всегда говорил она так, что ей лучше одной. Как вообще можно улучшить отношения с мамой, избавиться от чувства вины, которые на тебя постоянно навешивают? Спасибо. Я так, по вершкам сильно не буду, потому что вот этот запрос по родителям, отношениям с родителями, взрослыми проблемными, очень частый. И это, к сожалению, проблема, во-первых, то, что вы поколение, вы живете в одной семье, три поколения, мама, вы и ваша дочь. И проблема того, конечно же, нашего воспитания постсоветского, как ни крути, это оставляет отпечаток. Я рада, что новое поколение, которым сейчас по 20 лет, по 30, они, конечно, ведут себя уже немножко по-другому. Но те, кто постарше, все-таки этой болезнью, скажем так, еще отношениями этими болеют. Это вопрос тоже коммунальных квартир, когда все жили поколениями, жилищные вопросы и все прочее. Вообще ни в коем случае нельзя никак, чтобы два поколения жили в одной семье, то есть вы и ваша мама. Что вам всегда вы должны поставить на весы? Важнее ваше психологическое здоровье, ваше состояние психологическое, отношение с вашим мужем, потому что если ваши конфликты с мамой влияют на ваши отношения с супругом, он это все наблюдает, на ребенка на вашем, никто это не хочет наблюдать, это проблема. И если вы стоите на весы, да, вот это вот все, или там трата денег на съем квартиры мамы, либо себе, короче, в любом случае половину проблем решает разъезд по разным площадям жилищным. Потому что из вот этого момента территории две хозяйки, всегда дележка какая-то чего-то будет, кто-то старшим себя считает и более умным и опытным, имеет право там, ну так думает, да, давать какие-то наставления и все прочее, унижать при этом своего ребенка на глазах, это очень большой такой клубок проблем, просто тупо разъехаться надо. И всем, у кого в принципе проблемы такие с родителями, перед тем, как идти, не знаю, если вы не хотите к психологу или еще что-то, решать свою проблему, сначала разъедьте с родителями, жить на разных территориях. Это половина вообще вопросов у вас снимет, вы уже будете хозяином своей жизни и вдохнете полной грудью. Потом уже будете решать дальше какие-то поступающие проблемы с вашими родителями. Что в этой истории? Это вообще огромная часть, большая часть проблем, когда ко мне на консультацию, например, с такими же вопросами обращаются. Это проблема ролей взрослых и детей. Ваша мама однозначно застряла в позиции ребенка. Она не хочет нести ответственность за свою жизнь, она на вас будет перекладывать вину, у нее во всем виноваты вы. Вообще проблема изначально, проблема у вашей мамы какая-то есть, когда она вас в детстве сравнивала с вашей сестрой, еще с какими-то знакомыми детьми и всем прочим. Это не ваша была проблема, а проблема мамы, почему она это делала. Свою лично как-то неуверенность у нее была, хотелось чего-то лучшего, ей в своей жизни за счет вас ребенка, она вас унижала. Это долго вообще разбирать, но дело сейчас не об этом. Короче, у мамы есть свои проблемы, и она вот такой вот человек, вы можете только принять. Ваша обида на нее пройдет только когда вы эти обиды отпустите. Чтобы эти обиды отпустила, вы должны о них поговорить. Либо с психологом, либо с мамой, либо с сестрой, либо с каким-то доверительным человеком-подругой вашей или еще с кем-то. Короче, проблемы уходят как себе помочь, да? Сам себе психолог. Проблемы уходят, когда вы их проговариваете, понимаете причины. Так вот, причины ваших обидов в маме, да, как я вам могу сейчас помочь понять, это проблема в маме, не в вас. Это не вы такая плохая, какая-то криворукая, все ломали, бросали, мама за это ругала, да? Ты не такая там, как соседские дети, или как твоя сестра, ты, 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 ты. Нет. Маме надо перефразировать фразу, вспоминайте вот это все обидные ситуации с детства. Это мама говорит, например, у меня нет мужа, я не удовлетворена своей работой, мне не хватает денег, я злая, поэтому я переношу свой негатив, свои вот эти агрессивные эмоции на ребенка, так как она, ну, короче, она, я буду ее, скажем так, тюкать, унижать. Короче, это был перенос на вас. То есть причина не в вас, а причина в проблемах личных вашей мамы. Просто это нужно простить. Простите вы это, когда вы это, опять же, вернусь, проговорите, поймете, для этого нужно время. Это не так вот за раз сел и простил, и к этому приходят. По поводу, как улучшить сейчас отношения, да, запрос изначально был. Во-первых, разъехаться с мамой. Во-вторых, перейти вам в позицию взрослой. Вам уже, сколько там, сейчас посмотрим, 36 лет, у вас уже свой ребенок есть, вы взрослый человек. И, понимаете, да, мы, конечно, всегда дети, пока живы наши родители, но можно общаться со своими родителями на дружеской волне, как приятель, доверительно и на одинаковом уровне. У вас же общение как с детства идет. Мама с вами в позиции взрослого, вы в позиции ребенка. Вы ей подчиняетесь, вы от нее все выслушиваете, вы ей до сих пор не говорите «нет». Мама делает, что хочет, что воротит, короче, в вашей своей жизни. При этом мама по жизни, она в позиции ребенка. Она не хочет брать по отношению ко всему миру и к жизни своей, не к вам. Она в позиции ребенка. Она не хочет брать на себя ответственность. У нее всегда кто-то виноват всю жизнь. Вот в детстве вы были виноваты, сейчас вы продолжаете быть виноватой. Так что, когда мама там мне будет укорять за то, что я оставила ее одну, мы вот разъехались, это опять же чувство вины. Это ваш страх. Возьмите жизнь в свои руки, разъедьтесь с мамой. И следующий шаг. Вы не должны от нее выслушивать ее претензии, нарекания и все прочее. Станьте взрослым. Как взрослые решают свои проблемы? Наравне, да? В одной позиции. Вы должны дорасти до мамы. И что я в это вкладываю? В то, что вы не боитесь давать ей отпор. Мама наезжает, вы говорите, мама, не надо ругаться, я не говорю о том, чтобы вступать в конфликты. Мама, мне неинтересно твое мнение. Пусть она обижается. Мама, я взрослый человек, я сама решу свои проблемы. Мама, мне не нужно советовать. Я знаю, как поступить в этой ситуации. Вы не скандалите, ничего страшного вы не говорите, но при этом вы отставите свою точку зрения. И если мама начинает вами манипулировать своим здоровьем, обидами, не разговаривать и все прочее, забиваете. Она никуда от вас не денется. Помолчит, попсихует, но со временем она все равно вернется, потому что вы ее ребенок. Никуда, от вас есть связь, она никуда не денется. Про почему вы боитесь это делать, я вам отвечу. Потому что у вас заниженная самооценка, вам ее занижала всегда мама, сравнивая вас с другими, укоряя вас, говоря, что вы плохая, что вы вся не такая, что вашу сестру, например, вы даже чувствовали, любит она больше, ее хвалила, а вас нет. И просто вы боитесь потерять мамину любовь. С детства мамина любовь это был тот же пинок, в кавычках, опускание, сравнение. Вот так мама проявляла любовь, вы так транслировали, в любовь через боль. Это, кстати, отражается на отношениях ваших с мужчинами, скорее всего. Любовь через боль. И эта модель вот этого поведения всю жизнь с вашей мамой, она продолжает себя так вести. И вы боитесь ей сказать что-то против, вы боитесь ее отселить и все прочее, потому что внутри вас живет ребенок, который ждет маминой любви и заботы. И вы до сих пор боитесь, если вы маме откажете, если вы маме будете противостоять, не позволять себя так по-свински к вам вести, и мама перестанет меня любить. Любовь равно боль. Мама унижает, сравнивает, дает советы, значит, она меня любит. Нет, это не любовь. Это другое чувство. Понимаете, мама вас не перестает любить. Внутри, как мать, выношившая вас, воспитывала. Она же вас не сдала там в детский дом, в конце концов, да, если бы она вас не любила. Не нужны вы были балласты или еще что-то. Она же вас кормила, любила. Ну просто у нее есть личные комплексы, проблемы, психики ее. И она воспринимает вас вот так. Она не может, она не умеет по-другому с вами общаться. Но поменяв свое поведение в отношении к ней, когда вы начнете ей показывать, что вам не нравится такое отношение к себе, мама, ты, мы разъезжаемся, и все прочее, кто-то же ей должен показать, что существует другая модель контакта с вами. И этим человеком должны быть вы. Следующее. Оставьте маму в покое. У вас своя семья, ребенок и муж. Вы занимаетесь собой. Вы маму отселили. Может, если хотите, периодически ей встречаетесь, созваниваетесь, хотите что-то, помогаете ей без проблем. Но не позволяете маме давать советы вашу семью. Вы печетесь о своей семье. Мама занимается своей жизнью. Обустройством своего нового жилья, например, она съехала, или вы как-то съехали, да, разъехались. Пожалуйста, пусть она себе уже формирует досуг. Она не должна паразитировать за счет вас, что она и делает. У нее должна появиться своя личная жизнь, своя территория, свои интересы, свои друзья. Вам пора разделиться с вашей мамой. Если все так плохо, вы считаете себя плохой дочерью из двоих в семье, да, проблемы только у вас с мамой, у сестры старше или младше, там все хорошо, и там, например, маме негде жить, так отправляйте маму к сестре тогда. Если проблема там финансовая, она с вами пожила, пусть живет с сестрой. Не может сестра. У нее семья, муж или еще что-то, это ее проблемы. У вас также есть муж, ребенок и семья. И с вас хватит достаточно. Но все это вы можете делать, только когда не будете бояться потерять мамину любовь и одобрение. Вы можете ей противостоять, только когда вы уверены, что мама меня все равно любит. Я с мамой поругаюсь, скажу что-то против, выскажу свое мнение, защищу себя, отстаю свою позицию. Но я уверена, что мамина любовь после этого не закончится. Пока вы этого боитесь, вы ничего этого делать не можете адекватно. Вы должны начинать шаг за шагом. Но чтобы быть уверены в любви мамы, вы должны полюбить себя. То, чего вам мама всю жизнь не давала. Вы считаете себя обделенным, униженным, нельдолюбленным ребенком. Это имеет место быть, правда, вы правильно считывали все. Наполняйте себя любовью от вашей дочери, от вашего мужа, от ваших комфортных семейных отношений. Я имею в виду вашу семью, мужа и вашего ребенка. Начинайте любить себя. Поднимайте свою самооценку. Делайте для себя подарки себе приятные, ухаживайте за собой. Любите себя как женщину, как человека. Вы хорошая мать. Делайте себе комплименты. Мой ребенок, я не знаю, умеет делать то-то, это, и ничем он не обделен. Я нормально зарабатываю, мой супруг, мы обеспечиваем. Мы молодцы. Похвалите, ищите, за что себя похвалить. Почему вы хорошая мать, почему вы хорошая женщина, вы хороший человек, вы хороший друг. Надо начинать себя любить и хвалить. Когда вы вот этой любовью и недостатком ее восполните, вы и на маму так обижаться уже не будете. Потому что вы не будете каждый раз стрепетом ждать от мамы одобрения и любви и чувств. У вас другой любовью будет внутро ваше наполнение. А когда оно поднаполнится, вы тогда с мамой наберетесь сил, будете они так бояться, маме противостоят. И начнете маму учить тому, что я хочу общаться по-другому. Если мне что-то не нравится, какие-то замечания от мамы, я не знаю, еще что-то, я вправе положить трубку, я вправе прервать разговор. Вы начнете это делать. Вы не будете бояться, потому что потерять мамину любовь. Тем самым вы будете учить свою маму другому общению с собой. Вот и все. Очень просто. Я вот эту схему в приблизительной психологии вам рассказала. Но все это надо начинать делать. Если вы будете сидеть и страдать, и бояться потерять любовь с вашей мамой, ну так всю жизнь просидите. Ничего в вашей жизни не изменится. Не дали любила вас мама, вы так считаете? Берите, наполняйте себя этой любовью из другого, из вашей семьи, из вашего ребенка, из мужа. Понимаете, о чем я говорю? Пустота, ее пустоту нужно заполнять. Тогда будет баланс жидкости, скажем так, в вашей психике, в вашем организме. По-другому вы себя начнете вести. Начните любить себя. И тогда из мамы отношения, общение у вас изменится. Что вы думаете? Пишите в комментариях по этому поводу. Это очень острая тема, и, к сожалению, она очень у многих встречается. Это очень-очень распространенная просто формулировка запроса на консультацию. Если вам нужна консультация, тоже пишите мне на почту. Мы с вами в скайпе онлайн встретимся, обсудим ваши проблемы. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.